И так, как читать Библию? Ну, любой текст можно читать как угодно. И при желании Библию тоже можно читать как обычную просчетную книгу, либо как газету или журнал. Однако, я не думаю, что от такого чтения будет много пользы. Все-таки эта книга претендует на божественное происхождение и претендует на то, что способна изменить, преобразить жизнь человека. И поэтому, когда сам текст этот говорит о его восприятии, то есть указание на то, что человеку необходима определенная подготовка для того, чтобы адекватно воспринять этот текст, и для того, чтобы этот текст сработал в его жизни, для того, чтобы он принес определенный плод. Это связано не только с получением какого-то специального образования. Не нужно думать, что для того, чтобы Библия преобразила нашу жизнь, нам нужно закончить университет, семинарию, духовную академию или что-то в этом роде. В общем-то, подготовка связана не только с определенным объемом знаний, которые нам нужно получить, сколько с подготовкой себя, или, как говорится, своего сердца к восприятию этого текста. И в христианской традиции мы можем найти множество советов, множество принципов чтения Библии. И обычные советы, они касаются каких-то элементарных вещей. То есть Библию, например, рекомендуют читать, если речь идет об индивидуальном чтении, в уединении, в тихом месте, где никто вас не будет отвлекать. Конечно, христиане скажут, что если это Слово Божье, то его нужно воспринимать и усваивать с Божьей помощью. Поэтому крайне необходима молитва перед чтением Слова Божьего. Однако не нужно думать, что молитва является здесь каким-то магическим заклинанием. Мол, помолился, и сразу тебе все в тексте станет понятно. Совсем нет. Даже если человек молится осознанно перед чтением Священного Писания, это совершенно не гарантирует того, что все в том тексте, который он будет читать, будет ему ясно до мельчайших деталей. Скорее, это настраивает на определенную волну, подготавливает нас, успокаивает нас и делает нас способными действительно расслышать голос Божий, который звучит в этом тексте. И есть еще один очень важный момент с этим связанный, который очень хорошо понимали христиане ранней церкви. Они сравнивали чтение Библии с участием в церковных таинствах. Например, об этом писал Игнатий Антиохийский или Игнатий Богоносец. Он говорил, что будем прибегать к тексту Писания, как к плоти Иисуса Христа, подразумевая под этим участие в таинстве Евхаристии или причастии. И обычно в церковной традиции есть представление об особой подготовке к участию в этом таинстве, когда человек делает ревизию своей жизни, когда он старается проверить, нет ли неисповеданных грехов, когда он старается примириться с ближними, прийти в состояние умиротворенности, умиротворенности, спокойствия, когда ничто не будоражит его душу. И вот именно в таком состоянии человек приступает к вкушению тела и крови Иисуса Христа. И вот Игнатий Антиохийский говорил, что такую же подготовку стоит проделывать в отношении чтения Священного Писания. То есть для того, чтобы читать эту книгу, тоже стоит прийти в определенное состояние, когда внутри не будет злобы, гнева, зависти, раздражения какого-то, когда внутри будет мир. И вот тогда в этом умиротворенном состоянии эти тексты смогут проникнуть в глубину нашей души и проделать там работу, которая будет преображать нашу жизнь. И апостол Иаков об этом писал так. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть вот прийти в состояние, когда отсутствует злоба, когда есть готовность покориться к Слову Божьему, и тогда это слово будет иметь спасительное действие на нашу душу. Избавлять ее от неопределенности, от каких-то проблем. То есть речь идет не только о каком-то вечном спасении, а о спасении от разных неприятных ситуаций, с которыми человек сталкивается в своей жизни. И вот насколько человек готов отказаться от своих недостатков, от своих грехов, насколько готов он погрузиться в это умиротворенное состояние, настолько действенным будет Слово Божье в его жизни. Теперь то, что касается уже более понятных вопросов относительно чтения Библии. Во-первых, нет смысла читать Библию большими кусками. Иногда это стоит сделать для того, чтобы получить общее представление о той книге, которую вы читаете. Но лучше обычно советую читать текст небольшими отрывками, законченными по смыслу, и, например, с утра прочесть, а на протяжении дня мысленно возвращаться к этому тексту. Размышлять над ним. И есть много разных историй, которые в подробностях об этом рассказывают. И тот человек, который в свое время учил меня читать библейский текст, он ставил в пример корову, которая очень долго пережевывает траву, живет вот эту вот свою жвачку. И он говорит, ну вот она небольшую порцию значит, травы съела, и потом очень долго ее пережевывает, для того, чтобы эта трава лучше усвоилась в ее организме. И вот примерно то же самое нужно делать с библейским текстом. Небольшая порция читается, и дальше идет долгая работа по размышлению над этим словом. попытки соотнести его со своей жизнью, с тем, что происходит вокруг. И когда человек такое практикует, он замечает, как это может менять восприятие вообще того мира, в котором мы находимся, и восприятие самих себя. Ну и, конечно, если речь идет о тексте, то можно применять обычные приемы работы с текстом. То есть, о чем он говорит, задавать вопросы этому тексту, изучать контекст, исследовать контекст исторический, культурный и так далее. Не все люди, например, хорошо знают древнюю историю, поэтому стоит прибегать, например, к использованию всевозможных справочников, книг, которые просто рассказывают более подробно о том мире, в котором эти тексты создавались. И те люди, которые серьезно исследуют писание, они не сразу применяют этот текст себе, а они стараются понять, как этот текст воспринимался его первыми читателями. То есть, они стараются посмотреть на этот текст глазами тех, кому он изначально был адресован, и потом, когда достигается понимание первичного значения этого текста, тогда уже идет такая реконтекстуализация, когда этот текст переносится в современные условия, и человек пытается разобраться, а какое значение эти слова имеют в нашей жизни уже в 21 веке. И если речь идет о работе с текстом, то хорошо вести, например, какой-то дневник, куда человек будет записывать свои размышления и впечатления о прочитанном тексте. И потом стоит время от времени к этим записям возвращаться. Если попадается какой-то сложный для понимания текст, потому что действительно есть тексты очень трудные для понимания, даже на языке оригинала, не говоря уже о переводе. И такие тексты не стоит отбрасывать, стоит сформулировать вопросы к этим текстам, через какое-то время вернуться к ним, потому что бывает так, что более понятные места писания помогают понять сложные места писания. Но если вам самостоятельно, например, не удалось разобраться, тогда уже можно задать вопрос знающим людям, поискать информацию в разных толкованиях. Но единственное, что не стоит делать, это сразу начинать обращаться к толкованиям. Поразмышляйте над библейским текстом самостоятельно, а уж потом можете соотнести свои размышления с мнением авторитетных толкователей. Потому что каждый человек может найти что-то свое в этом тексте. И нет необходимости унифицировать свое понимание библейского текста. И еще очень важная деталь, о которой говорит апостол Иаков, будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Дело в том, что библейский текст, он очень часто побуждает человека каким-то действием. Например, он может указать на какие-то наши ошибки, на какие-то наши несовершенства. И мы можем признать, что действительно мы имеем вот те или те недостатки. Но что делать, если мы заметили эти недостатки с помощью библейского текста? Дело в том, что библейский текст, он не просто на эти недостатки указывает, он очень часто показывает путь их исправление. И вот если мы только заметили недостатки, сокрушились об этом, поухали-поахали, и ничего не сделали, то какая от этого польза? И тот же Яков приводит в пример человека, который рассматривает черты своего лица в зеркале, посмотрел, увидел несовершенство, развернулся и забыл обо всем этом. Но мудрый человек, если он видит недостатки, он старается их исправить. И вот если библейский текст побуждает нас как-то изменить нашу жизнь, изменить поведение, изменить отношения, стоит прислушаться к этим советам и стоит найти путь, который Писание указывает для того, чтобы достичь этих положительных результатов, исследовать ему. Также есть определенные принципы истолкования священного текста. Я уже, например, упоминал принцип, связанный с взаимодействием с Богом, который сопряжен с молитвенной практикой. Но этим все не ограничивается. Во-первых, да, мы можем читать текст индивидуально, как бы сами для себя, но стоит читать этот текст во взаимосвязи с опытом других людей, например, с опытом церкви, если мы к ней принадлежим. Вот. И интересоваться тем, как этот текст понимался представителями прошлых поколений, как этот текст понимается сейчас. то есть стараться не отрываться от общей традиции и находить свое место в ней. Также библейский текст, несмотря на то, что он состоит из множества книг, как я уже сказал, это целая библиотека, но его стоит воспринимать целостно, учитывать общий контекст, учитывать, что библейская история это такая себе мета-повествование. Это большая история, которая охватывает жизнь от сотворения человека до конца земной истории. И все, что мы читаем, и вся наша жизнь, она вот в эту, в этом мета-повествование вписывается. Этот единый контекст, эту единую целую историю также тут нужно учитывать и соотносить все, что мы находим в этом тексте, все, что мы видим в своей жизни, вот с этим большим повествованием. Также я уже говорил, что тексты библии содержат, относятся к разным литературным жанрам, это также нужно учитывать. Нельзя читать поэзию так же, как учебник по физике. Также нельзя читать исторические книги, которые содержатся в священном писании, точно так же, как мы читаем книги поэтические. Есть, конечно, некая проблема, потому что не всегда переводы, а большинство людей читают библию в переводе, не всегда переводы сохраняют поэтический стиль той или другой книги. И поэтому нужно знать, что вот книга-псалтирь это поэзия, книга-песни-песни это поэзия, некоторые части пророческих книг это тоже поэзия. И воспринимать поэтические тексты как поэтические. Тогда мы избежим множества ошибок в толковании, в понимании этих текстов. также есть еще один очень важный момент, который подчеркивается как раз в рамках того движения, к которому я себя отношу, движение Scripture Union, частью которого является фонд открытой библии, в котором я работаю. Мы подчеркиваем и часто говорим о том, что Библия читается не только ради изменения нашей жизни, ради познания каких-то вещей, а ради личной встречи с Богом. То есть мы говорим о том, что человек, который читает Библию, может встретиться с Богом на страницах Священного Писания, может пережить эту встречу каким-то особым для себя образом. И об этом стоит помнить, это стоит учитывать. Это важно для людей верующих, церковных, людей религиозных, но я думаю, что если человек не религиозный и берется за чтение Библии, ему тоже стоит знать о том, что неожиданно для себя он может пережить эту встречу. И она действительно может изменить его жизнь. И таких случаев очень немало. Также, если мы говорим о чтении Библии, сейчас я больше говорил об индивидуальном чтении Священного Писания, но чтения бывают разные. В древности, например, люди редко читали Библию самостоятельно, потому что не у всех была просто копия этого текста. Поэтому обычным было слушание этого текста во время церковных собраний. А это совсем другое восприятие этого текста. Оно отличается от индивидуального. Это тоже стоит учитывать, что что-то мы можем лучше понять именно во время таких вот групповых чтений Священного Писания. А это может быть и чтение, слышание Библии во время богослужения, либо, например, изучение Библии в группе людей. И вот эти разные виды чтения, индивидуальное, групповое, и церковное, богослужебное, даже если читается один и тот же текст, он будет по-разному восприниматься. И поэтому, если мы действительно хотим всесторонне эту книгу изучить, то нам стоит не пренебрегать вот остальными методами, скажем так, или видами чтения этого слова. То есть чтение в группе и чтение во время богослужения. Вот в общем-то то, что я хотел сказать вкратце. Вообще-то эта тема очень глубокая и важная, и в ней есть очень много практических моментов, но не о всех можно говорить вот в рамках подобных курсов. Поэтому если бац этот вопрос заинтересовал, если в том месте, где вы живете, есть люди, которые собираются, например, для совместного изучения Библии, предлагаю вам присоединиться к ним, предлагаю вам также познакомиться с современной литературой богословской, которая говорит о чтении Библии, познакомиться с трудами современных библеистов и после того, как вы просмотрите этот фрагмент курса, вы найдете ссылку на некоторые полезные сайты, которые посвящены чтению Священного Писания. Спасибо.